Константин Сергеевич и Владимир Иванович, Станиславский и Немирович Данченко. Имена великих реформаторов русской сцены всегда произносят вместе. 40 лет дружбы, отчаянных споров, десятки громких премьер и никогда соревнования, кто же первый и главный. У каждого своя роль. Для нас эта экскурсия стала таким ключевым моментом, как понять жизнь этого замечательного человека. Выставка в музее МХАТа называется «Немирович Данченко. Восемь шагов к театру». Московские педагоги, победители и активные участники театральных викторин Клуба полезного досуга сделали свои шаги к граням таланта одного из основателей Московского художественного театра. Уже в 9 лет юный Володя был страстно увлечен сценой и устраивал дома на подоконнике картонный театр. Я раскрыла для себя вот человека, вот именно все самые лучшие человеческие какие-то вот качества. Ну, когда читаешь что-то или там какие-то документы, книги, это одно. Но вот сегодня экскурсовод рассказал такие моменты, которые трудно где-то найти в литературе. Мне было очень интересно. В свои первые гонорары Владимир Иванович заработал на газетных рецензиях. Не было ни одной заметной театральной премьеры, которую бы не осветил молодой журналист. Пьесы «Чайка» Чехова не было бы, если бы не настойчивость Немировича Данченко. Его не смутил провал спектакля в Александринке, и он настоял, чтобы «Чайку» поставили в Московском художественном театре. А уверенность Владимиру Ивановичу давало то, что он сам писал пьесы, и весьма успешно. У нас обязательно недели театра бывает каждый год. Вы знаете, когда я где-то бываю, я всегда детям рассказываю о театре, где я была, показываю фотографии, рассказываю. И это очень помогает. Среди учеников Немировича Данченко и Мирхольд, и Вахтангов. Он говорил, что главное в педагогике – открыть в ученике искренность, дать свободу. Техника – дело наживное. Главное – иметь серьезный художественный фундамент. Немирович Данченко позвал Станиславского в ресторан «Славянский базар». Судьбу русского театра решали 18 часов. Станиславский часто повторял, пока я только мечтал о новом театре, Владимир Иванович все придумал, разработал и подготовил. Знаменитый спектакль «Три сестры» был поставлен Немировичем Данченко в 1940 году и шел более 80 лет. Очень было интересное взаимодействие Владимира Ивановича с писателями, с Антоном Павловичем Чеховым, с Львом Николаевичем Толстым. Он умел находить каждому подход и читал произведения. Иногда их ставил о том, как у него получились такие уникальные моменты постановок. То есть это действительно был очень важный шаг. После успешной работы в Голливуде родились знаменитые слова Немировича Данченко о том, что в Америке можно продавать, но творить только в России. Наша школа очень любит театр. Поэтому здесь для нас очень важно преподносить такие уроки, где ребята смогут узнать больше о каких-либо людях, которые театр, ну можно сказать, буквально создавали и привносили какие-то частички себя. Творческим завещанием Немировича Данченко стало создание школы при театре. Указ об этом был подписан в апреле 43-го, на следующий день после ухода из жизни Владимира Ивановича. Эксклюзивную экскурсию по выставке провела для московских педагогов директор музея квартиры Немировича Данченко Наталья Федоренко. Мы всех-всех встречаем с удовольствием. Ну, конечно, педагоги – это особая категория. Мне было очень интересно, потому что публика, которая сегодня пришла на эту экскурсию, была заинтересованная, умная, знающая, понимающая, о чем идет речь. Владимир Иванович в письмах и статьях всегда писал слово «театр» с большой буквы. Произнесем и мы это слово с восторгом, уважением и любовью. И благодарностью к тем людям, которые всю жизнь служат великому делу театра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова